добрый день уважаемые зрители и подписчики моего канала я решила записать видео о себе чтобы познакомить вас с собой меня зовут таня татьяна клеммонс я живу в штате джорджия 21 год уже мы переехали сюда в сша из украины одесской области город измаил родилась я в молдавии в 1966 году ходила в школу закончила школу училась в бухгалтерской школе после общеобразовательной школе ли потом работала по специальности потом я училась еще в комбинате бытового обслуживания в городе кишиневе два года потом работала после на фотографа я училась потом я работала по специальности некоторое время и связи с переездом и другими обстоятельствами я потом работала уже по другой специальности потом была уже замужем и с детьми дома и потом был переезд в америку теперь я работаю салоне 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 это было по-американски знаю по русски не знаю как в салоне где подстригают волосы но я не парикмахер я делаю шампунь до шампунь нас называется делаю шампунь то есть мою голову шампунь им людям клиентам вот это моя работа сейчас а также я ухаживаю за своими престарелыми родителями которые еще живы они живут со мной и я живу со своими двумя сыновьями у меня три сына и три дочери но вот в одном доме мы сейчас живем с двумя сыновьями один старший сын у меня живет в апартаменте уже отдельно две дочери живут отдельно не 2 3 в общем все они живут отдельно тоже вот а я с родителями и с двумя сыновьями живем вот в доме здесь где сейчас нахожусь но у нас есть еще дом с мужем поэтому я иногда на видео говорю о двух домах или делаю видео из двух домов просто я объясняю ситуацию временно я нахожусь здесь пост в связи с тем что мои родители нуждаются в моей помощи а иногда я езжу в свой дом в будущем который будет но он есть уже но я буду жить в нем в будущем там где живет мой муж я еду туда иногда на некоторое время потом возвращаюсь обратно в этот дом расстояние этих между этими домами два часа езды на машине но это не страшно здесь очень хорошие дороги главное иметь время свободное а так все нормально можно ездить можно успевать я иногда делаю поездку в один день утром еду вечером возвращаюсь все успеваю ну вот так а вам что еще рассказать свой канал я открыла вообще думала о нем раньше а вот уже получилось записывать видео вот где то можно сказать вот полгода назад я стала записывать видео пробовать учиться разные такие видео небольшие чтобы научиться просто правильно делать видео чтоб она была красивым чтобы она была кому-то еще понравилось Если оно понравится кому-то, значит, оно достойное. Вот я делаю видео, записываю, учусь. Делаю какие-то там на кухне свои дела, на улице работаю или что-то. Но это как бы моя практика. Есть некоторые истории из жизни прошлой, которые хотелось бы рассказать, чтобы они послужили кому-то, может быть, примером, кому-то, чтобы они послужили уроком. Потому что в каждой судьбе, наверное, есть какие-то моменты, которые пригодятся для другого человека в его жизни, возможно, похожие моменты. И я сама лично люблю слушать и читать истории жизни людей. Я очень часто смотрю на YouTube тоже и христианские каналы. Я забыла сказать, что я христианка, я хожу в церковь, моя семья христианская, мои родители верующие люди, христиане, и мои дети. И мы посещаем церковь, молимся Богу, служим Богу, и верим в Бога живого, не поклоняемся никаким иконам, читаем Библию, английскую. Я сейчас читаю русскую Библию. Иногда посещаю американскую церковь, иногда еду в интернациональную церковь, там, где собираются люди разных национальностей, но говорят или на русском, или на английском, или с переводом на том и на том языке. Есть... Что еще сказать? А, чем я занимаюсь сейчас? Ну вот, кроме работы по уходу за детьми и родителями, стараюсь читать английские книги, чтобы набраться больше, чтобы у меня был запас слов для разговора на английском языке. Для этого я посещаю английскую церковь, американскую церковь, потому что, если всегда общаться на русском и быть всегда в русском окружении, и, допустим, читать русское, слушать русское, смотреть, то английский будет всегда отставать и никогда не будешь усовершенствоваться в нем. Поэтому я для себя взяла на вооружение, что нужно заниматься, нужно запоминать, нужно читать, нужно делать просто прогресс в этом. Поэтому я иногда делаю видео и с английскими выражениями, с английским участием, и на русском тоже говорю, потому что нужно, это нужно мне для практики, и пусть будет. И я иногда видео делаю, и мне самой интересно через время будет посмотреть, вспомнить, детям показать. Я думаю, что это хорошая возможность запечатлеть, оставить на память и все это записать на YouTube. Потому что при современной технологии, которая усовершенствуется с каждым годом, на какие бы кассеты, записи, мы не сделали свои видео, они устаревают, они теряются, мы их забываем, мы, допустим, переезжаем, где-то потерялось что-то, и потом ищем, разыскиваем и пытаемся это усовершенствовать и воспроизвести опять в нормальном виде, чтобы показать его, допустим, как запись. Оно уже все равно не такого качества. Но я надеюсь, что YouTube сохранится подольше. Вот YouTube, его система вся. И уже какие бы ни были компьютеры в будущем, я думаю, что YouTube можно будет посмотреть. Старые видео, вот мы, допустим, сейчас видим, смотрим видео, которым уже 6-7 лет, 10 лет, да, и мы все равно можем их посмотреть. Вот так же я думаю, я надеюсь, что мои записи, которые я делаю сейчас, через время смогут посмотреть мои дети, я смогу посмотреть, я могу показать своим родителям или моим там знакомым. Поэтому я это делаю. Это не какая-то беззаботная идея. Это как бы я рассказываю о своей идее. У меня нет цели зарабатывать деньги на YouTube. Я зарабатываю деньги своими руками. Я работаю, так что слава Богу. А то, что попадает в YouTube, если кому-то это понравится, он может посмотреть, потому что все оно обычная жизнь, обычные вещи, о которых там услышать можно и увидеть в любом как бы доме или там, ну, в нормальной обычной семье. Поэтому нет никаких ни секретов, никаких там особых каких-то откровений. Это обычная жизнь человека на земле. Вот и все. И, конечно, моя цель нести позитив, нести, делать записи чего-то приятного, чего-то хорошо, ну, воспринимаемого, потому что это для хорошей памяти, это для хороших воспоминаний, не для каких-то, ну, недоразумений, да. Поэтому я надеюсь, что у меня все получится. Если даже будут какие-то, допустим, воспоминания из жизни, которые, истории, которые не очень-то такие, ну, приятные, радостные, но это просто то, что было, и то, что прошло, то, что нам пришлось пережить, и слава Богу, что мы это пережили, и мы имеем такую, как бы, возможность все это вспомнить и просто поблагодарить Бога, что нам пришлось это пройти, и мы живы и здоровы, да. Вот у меня, например, есть такие моменты, которые я точно знаю, что мне в этом помог Бог, что Он меня провел через это, и Он оставил меня в живых в этой ситуации. Вот у меня есть такие моменты в жизни, я их расскажу, я буду свидетелем этих моментов, потому что для меня это очень важно, я это никогда не забуду, вот, поэтому я это расскажу, и поделюсь постепенно, помаленьку, я буду делать видео на разные темы, как Господь помогал, как Господь хранил, еще когда дети были маленькие, еще до детей, до замужества, или даже какие-то моменты, которые, вот, допустим, ошибки свои, я могу поделиться своими ошибками, и все это, я думаю, что человек, который вот пишет книгу, да, там не может быть все гладко, он там пишет и о своих ошибках, и о своих каких-то страхах, вот, и это потом мы читаем эту книгу, мы узнаем, что действительно, и у нас такое бывало, и мы так думали, и у нас такие были страхи, это не только мы, а значит, и все люди через это проходят, и это просто как жизнь, с которой, которую, ну, все проходят, все, как бы, встречаются с этими трудностями, ну, я думаю, что я сказала то, что я думала сказать, ну, может быть, не все, но постепенно я могу где-то дальше, в каком-то видео я могу дополнить, там, из своей истории, из своей автобиографии, так сказать, что-то, а пока, вот, я вам желаю спокойной ночи, я желаю вам хорошего настроения, хорошей обстановки в вашем доме, ваше сердце, если вы женаты, имеете семью, детей, чтобы у вас все хорошо ладилось, чтобы у вас было единство, понимание, если вы одиноки, чтобы вы не унывали, и просто верили, что если вы хотите быть семейным человеком, вам Господь поможет, и вы будете семейным человеком, если вас этот вопрос не интересует, и вам хочется просто прожить свою жизнь одиноким, чтобы у вас все это получилось, и вы были довольны, вы радовались этому, потому что есть разные судьбы, разные люди, пусть все будет у вас хорошо, вот, я вас благословляю на хорошее настроение, просыпаться с хорошим настроением, и усыпать с хорошим настроением, всего доброго вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!